В Приднестровье уже много лет значительный дефицит фонда соцстрахования, из которого выплачиваются пенсии. Чтобы он пополнялся на необходимую сумму, на 100 пенсионеров должно быть 150 работающих, а в Приднестровье еще два года назад было соотношение один к одному. И с каждым годом пожилых людей становится все больше. Как результат, например, в этом году планируется, что в фонд социального страхования поступит 1,858,000,000 рублей, а потребуется 2,5 миллиарда рублей. Недостающие деньги уже много лет перечисляются из госбюджета, что значительно увеличивает дефицит казны. Расходы на пенсионные обеспечения растут, и связано это прежде всего и с ростом численности пенсионеров. У нас ежегодно рост численности примерно 1500 человек в год. Естественно, здесь происходит еще снижение естественной убыли, то есть это снижение количества умерших пенсионеров. Ну и еще выплата ежемесячной дополнительной помощи в размере 100 рублей. Все это приводит к увеличению расходов на пенсионное обеспечение. Увеличение пенсионного возраста значительно сократило бы дефицит фонда соцстрахования. Однако Приднестровье такой вариант не рассматривает, сообщили в профильном министерстве. На сегодня действительно многие государства вынуждены переходить на увеличение пенсионного возраста. Та же Республика Молдова в Украине такие же тенденции наблюдаются, только в части увеличения пенсионного возраста для женщин. На сегодня вопрос увеличения пенсионного возраста в Приднестровской Молдавской Республике не рассматривается. В Приднестровье принимаются меры, чтобы хотя бы не увеличивать дефицит бюджета фонда. В 2014 году принято решение не индексировать минимальный размер пенсии. Тоже произойдет в 2015 году. Это было сделано на фоне стабильности курса национальной валюты. Рубль перестал обесцениваться и наоборот дорожает. Но изменить ситуацию в корне может изменение правил взаимодействия государства и реальной сферы экономики, когда страна сможет сама себя обеспечивать.